Добрый день, добрый вечер, доброе утро! В зависимости от того, в каком сейчас вы поясе находитесь и вообще в какое время смотрите этот ролик. Много, много, много месяцев и уже, так сказать, больше года там пишут комментарии, вы пишите комментарии, я их читаю, о том, какие книги нужны. Много ребят и людей, которые вдруг за это время поняли, что они хотят посвятить свою жизнь кулинарии, пишут в личку, пишут в инстаграме и вконтакте, спрашивают, какую литературу читать. Потому что на сегодняшний день о такой обилии литературы, что ты, ну даже я, мне сложно разобраться в этом и понять, что же я хочу купить. Я выбираю специально один день, 4-5 где-то месяцев, раз в 4-5 месяцев, прихожу в московский дом книги. Ладно, это как бы некий мой бонус, я живу в Москве и могу себе позволить прийти в магазин в огромный, да, где огромная стена и все в разных книгах. И у меня глаза разбегаются в разные стороны, я начинаю смотреть, с чего начать, куда податься, как. Ладно, часть авторов я знаю лично, многих авторов я не знаю и все время спрашиваю, типа, что за автор, беру книгу, смотрю, думаю, ё-моё, это кто пишет вообще, кто это покупает. Но, тем не менее, это их личное дело. Начнем вот с чего. Если вы хотите иметь дома просто рецепты, коллекции рецептов, то таких авторов 2 миллиарда. Их просто полным-полно, вы можете выкидывать деньги вот так вот из своего кошелька и покупать сборники рецептов. Но сборником рецептов можете стать вы. Я вам расскажу про несколько книг, которыми я являюсь, вернее, фанатом которых я являюсь сам. Первая книга, которую я уже публиковал в сториз, я публиковал в инстаграм, в основной ленте и пишу людям. Книга редкая. Купить ее на сегодняшний день довольно сложно, можно поискать на авито. Если будет возможность купить бэушку, не парьтесь, не смотрите на внешний вид, смотрите, чтобы были все страницы. Вот эта книга, на мой взгляд, одна из самых бесценных вообще на рынке. Потому что ее написал Университет Кулинарии Америки. Несмотря на то, что там мы не очень дружим с этой страной, тем не менее, внутренности этой книги великолепны. Значит, в этой книге поэтапно рассказывается о мясе, рыбе, соусах, о видах тепловой обработки, о видах нарезки овощей, о том, как что жарится, печется. Есть категория яйца, где описывается, какие варианты виды бывают, как работать с яйцами. Масла растительные, сливочные, здесь есть описание специй. Это полноценный, очень крутой и, наверное, один из самых лучших трудов, который был сделан за последние, там, наверное, 30-40 лет. Я сейчас открываю содержание для того, чтобы вам быстренько пробежаться по тому, что здесь есть. Я эту книгу читаю все время. Когда у меня есть время, я сажусь и начинаю листать, нахожу те главы, которых мне не хватает. Здесь есть введение в профессию, здесь есть обучение, как бизнесмен, карьера повара, отличительные черты профессионального кулинара, управление ресурсами, бригадная система, меню и рецепты и так далее. Как создаются, как формируется количество ингредиентов, отмеривание, шаги по приготовлению блюд, хранение подогреве готовых блюд, критические контрольные точки, температурные временные показатели, составление питания, составление меню, расчет стоимости пригодных отходов. На основу науки о питании и питательности. Здесь в этой книге собрано все самое лучшее, и там появляются всякие химические спонсоры, вы на них внимание не обращайте. Главное, что здесь, ну вот, паста и лапша. Описание основных видов пасты. Букатини, вермишель итальянская, казаречи, капеллини, кускус, лазанья, лингвини, арикетти, орзо, пенны. Гладкие, изогнутые кружки плоской пасты. Подают с разными соусами для приготовления супов, салатов, запеканок. То есть распространение в кулинарии. Описание, как выглядит. Название, тип. И так обо всем, обо всех категориях продуктов. Это бесценный экземпляр. Если он будет стоить дорого, а он наверняка будет стоить дорого, то это должен иметь каждый человек, который хочет или стремится стать поваром, шеф-поваром, крутым гастрономом и так далее. Да, я забыл сказать, это не реклама. Это ролик, посвященный, так сказать, тем книгам, которые вы обязаны иметь и которые обязаны прочесть, если хотите стать, ну, человеком, который будет круто ориентироваться на кухне. Из этой же серии, у меня не все, это старое издательство. Видите, здесь написано еще BBPG. Потом переиздавали XMO, потом еще кто-то. Потом вообще перестали издавать. Потому что, как оказалось, что профессиональные книги такого уровня особо людям просто-напросто не нужны. Никто не понимает, зачем платить за нее там 6 тысяч рублей. А это на всю жизнь одна книга. Из этой же серии рыба, да? Из этой же серии есть мясо. То есть, здесь подробно, помимо рецептов, соусов к рыбе, технологии разделки, еще показывают и рассказывают о том, какие виды морепродуктов и рыбы бывают, где обитают, как вылавливаются технологии приготовления, как лучше их подавать к столу. Я имею в виду соленое, жареное, вареное и так далее. Анчоус, шпрот, сардина. Здесь, после прочтения этой книги, понятно, почему крылья ската готовят так, как их разделывают, что такое колючая акула, что она из себя представляет вообще мясо той или иной рыбы, акулы, выход мяса, как считается, как разделывается краб, какие виды крабов бывают и так далее. Рыба, морепродукты, моллюски, все в этой книге. Очень круто. Значит, для того, чтобы круто разбираться и вообще супер невероятно разбираться в кухне, вы должны знать продукты. Вы пишите, что такое киноа, я даже вообще никогда не слышал о таких продуктах. Существуют для этого книги. И мы, повара, мы, для того, чтобы правильно и круто готовить, мы должны вначале изучить все продукты, которые бывают в мире. Это очень сложно, потому что мы не живем в Мексике, потому что мы не живем там где-то в Португалии, мы не живем там в Индии, но путешествие и маленькое проникновение, спросить, кто что и чего готовит, и мы продвигаемся, развиваем свою гастрономическую, так сказать, кругозор, мировоззрение. Серебряная ложка. Книга вот такая вот толстенная. Она тут разделена цветами, вот уголки у нее выкрашены. Рыба, ракообразные моллюски. Вот тут оранжевое, что у нас? Мясо, мясные продукты. Вот здесь у нас домашняя птица. Вот здесь у нас, что десерты, выпечка. Вот здесь у нас зелененькое, что это у нас? Меню от прославленных шеф-поваров. И всего лишь навсего, это самая крутая, наполненная, дополненная и созданная книга по итальянской кухне. Это для тех, кто хочет погрузиться туда полностью. Можно купить Джейми Италия, 10 книг. Можно купить Гордона Рамзи, итальянскую кухню. Можно купить итальянских шеф-поваров, десяток. А можно купить вот эту книгу, в которой больше 3000 рецептов по разным категориям продуктов. И здесь сконцентрирована вся итальянская кухня. Видите? Синяя, белая, красная. Самая продаваемая итальянская поваренная книга за последние полвека. Более 2000 рецептов впервые на русском языке. И это не просто надпись. У меня эта книга уже больше пяти лет. И если вдруг у меня есть заказ на какую-нибудь итальянскую, так сказать, менюшечку, я прихожу к ней. Я открываю и смотрю, что такое итальянские отрубатели атины, методы их приготовления. Колбаски с морковью. Как варятся бульоны на итальянский манер. Как итальянские повара это делают. Так, не ломать мебель. А это, да, увесистая книга. В общем, я рекомендую для тех, кто увлекается итальянской кухней, потому что здесь, вау, это целое открытие, целая, так сказать, русская книга. Подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве Елены Малаховец. У меня там какое-то 150236 издание. Покупите себе переизданную книгу, потому что это кладезь русской кухни. До революционной кухни. Понятно, что Елена Малаховец жила в Петербурге. Понятно, что эта семейка была еврейскими корнями. Здесь много всего такого переплетенного и закрученного. Но в свои годы, если вы почитаете биографию Елены Малаховец, вы удивитесь, все историки русской кухни удивляются, как можно было в ее возрасте, в ее юном возрасте, потому что, например, сегодня при доступе к цифровой информации люди, которые всю жизнь изучают кухню, она создала этот труд. Здесь, если быть точным, где-то должно быть, значит, здесь более 2000 описаний разных кушанев с подробным указанием выдачи для них провизии мерою и весом и более 1000 описаний приготовления разных запасов фруктовых, овощных, мясных, разного печенья, варенья, наливок, сыра, уксуса, крахмала, масла, всего более 4000 номеров. То есть, если мы не говорим о том, что здесь под номерами не только блюда, но и всякие заготовки, то 4000 наименований в этой книге всего, чего связано заливное из зайца, понятие, заливное из поросенка, студень, заливное из головки телячьей, заливное из солонины, рулеты с фаршированной индейки, раки, окуни, навага, налимы тушеные, почки воловьи тушеные с картофелем, с солеными огурцами, картофель печеный, все про картофель, какие варианты можно блюд приготовить с картофеля, соусы, соус помидоров, из раков, крепкий соус, соус из анчоуса в куткам, суп из угря и зеленого горошка, из сига, щуки, судака, налима, осетровой головы, буженины, осетрины, из маринованного щавеля, ленивые свежие капусты, вот это кладезь русской кухни, и я горжусь, что у меня эта книга есть. Недавно приобретенная книга, и эта книга, как и вот самой первой, скажем, тоже нет цены, хотя она была куплена реально за небольшие деньги, реально за небольшие деньги. Как вы уже поняли, по названию книга о еде, а не о рецептах. Здесь все довольно просто. Травы, виды риса, основные виды промысловой рыбы, двустворчатые моллюски, техники вскрывания, баклажаны, все виды баклажанов. Здесь все собрано про еду. Лук мелкий, красный, репчатый лук, очень популярен в Таиланде, и поэтому называется Таиландским луком. У мини-луковиц мягкий вкус. Видите? Дичь, печень, кабаны, сыры, чедеры, сыры вон от чедров отдельно, камамберы, ананас, вид ананасов, и все, что с этим связано. Для сыров, значит, киви, варианты, ягоды, малины, яблоки, сорта, манго, персики. Вот эта книга для того, чтобы вы понимали и знали, что вообще есть в мире. Я увлеченный кулинар, и то я здесь нашел столько всего интересного. Я пока ее не прочел всю до конца, я ее листаю. То есть поэтапно читать не очень интересно, интересно так вот, прям типа, ищешь, 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 травы. О, ну-ка, что я не знаю? Вот те травы, которые здесь указаны, оказывается, я 50% не знаю, хотя мы пробовали считать, 24 травы я вам называю спокойно. Вот это вообще одна из самых моих полезных, последних и очень крутых приобретений. Кристиан Тойбнер. Сибил Капур. Новый путь в искусство кулинарии. Сначала мы смотрим на обложку, и понимаем, что это не просто книга рецептов, что здесь автор хочет рассказать и показать нам вид, запах, ощущение, вкус и звук. Для каждого, так сказать, понимания он приводит различные рецепты, но он дает теорию. Открываем содержание и видим, что вкус, каким бывает вкус, сладкий, кислый, горький, соленый, умами, все описывается. Маринование, смешивание, наслаивание, заправка, соусом, с гарнирами, да? Ароматы. Какими бывают ароматы? Озон, серо, землистые, грибные, фруктовые, пряные, цветочные, цитрусовые, зелень, овощи. Понимаете, текстура, какой бывает текстура? Жидкая, железообразная, мягкая, густая, твердая. Температура. Какой температуры бывает еда? Горячая, теплая, ком-то температура, холодная, замороженная. И в теоретической части объясняется, зачем это, почему, для чего это должно было быть. А потом, дается несколько рецептов, для того, чтобы вы закрепили, сказать, теоретическую часть. Для того, чтобы вы поняли, что это такое. Аромат. С неутихающим волнением в сердце, он подошел к столовой Бертона и толкнул дверь. От удушливой вони перехватило дыхание. Пахучие соки мяса, овощная бурда, звери питаются, подумал он. Элис Джеймс Джойс, 1922 год. В готовке, что одному хорошо, то другому отвратительно. Дальше, в тексте романа ла-ла-ла-ла-ла-ла, и каждому кулинару необходимо понять, что может ухудшить или улучшить блюдо. В основном, вам нужно доверять своим собственным чувствам. Одним лишь слов кого-то, а о чем-то, что это хорошо, недостаточно. То есть, это книга, которая вам рассказывает, что такое вкус, запах, аромат, откуда это все берется, как это создается. И если вы хотите быть полноценным кулинаром и человеком, который может с легкостью варьироваться в мире продуктов и блюд, вот, вам нужно такую книжечку приобрести, она стоит недорого. Е-мое, недорого. Тысяча рублей. Для кого-то дорого, для кого-то это недорого, но это не сборники рецептов Юлии Высоцкой, которые никто не знает, кто написал. Она написала, не на она написала, я не знаю. Не буду ничего говорить, но когда я беру просто такую, как бы сказать, ширпотребную литературу, я ее, если мне ее дарят, я ее сразу передариваю, пока книжка еще новая, книга лучше подарок. А вот эти книги я никогда никому не даю даже читать. Дома у меня, пожалуйста, можно. Еще одна книга. Азбука вкуса. Азбука вкуса это книга для поваров. Для поваров, потому что, наверное, обыватель не очень сможет сориентироваться в том, что есть в этой книге внутри. Азбука вкуса. Эта книга устроена по принципу алфавита. Ну, давайте сейчас картофель. Картофель. На К. Нашли картофель. Смотрим. Сезонность. Круглый год. Функция. Охлаждение. Вес. Средний, тяжелый. Выраженность. Вкус. Низкая. Способ приготовления. Запекать, варить, жарить во фритюре, колеровать, запекать на гриле, делать пюре, используйте более старый картофель с большим содержанием крахмала. Суп, пюре, жарить, обжаривать, варить на пару. А дальше даны ингредиенты с разной крупностью шрифта. Самые крупные, темные, выделенные, это подходящие в первой категории. Лучше всего подходят ингредиенты. К картофелю, например. Да? Вино сухое, белое, куриные, овощные бульоны. Говядина. Горчица. Грибы, особенно дикорастущие. Йогурт. Крем фреш. Ну, это имеется в виду сметана, да? Курица. Лавровый лист. Шалот лук. Потом идут мелкие, типа те, которые подходят, но в меньшей степени. Гарам масала, гвоздика, икра, имбирь, карри, кинза, кориандр. Когда я создаю меню, например, для кого-то на заказ, мне задают порой такие задания, которые, конечно же, я как неполная, так скажем, кулинарная энциклопедия, порой не могу выполнить. Я прибегаю к помощи вот этой книги. То есть я беру основной продукт, который есть на рынке, ну, на том рынке, в том городе и так далее. И смотрю, что я мог бы с ним сделать. То есть я смотрю сочетаемость. Ага, значит, беру так вот это, значит, вот это. Я беру, беру что-нибудь, значит, какой-нибудь. Корень лотоса, если я в Азии оказался. Я смотрю, что к нему подходит. Вино рисовое, жареное блюдо, имбирь, лайм, лимон, масло растительное, салаты, соевый соус, супы, темпура, уксус, рисовый. И уже на основе этого я начинаю придумывать. Я понимаю, что здесь чаще, ну, в большей степени, это, конечно, салатная какая-то история. Я его могу подварить или замариновать, потом использовать в салаты и так далее. То есть это подсказка для каждого повара, как действовать дальше, если вы уже выбрали основной продукт и не знаете, что бы с ним сделать такого экстра креативного, экстраординарного или наоборот очень простого. Берете эту книгу и ваш путеводитель у вас в руках. Ну и напоследок, кухня Таиланда или путешествие в страну свободных людей. Татьяна Соломоник, Сергей Селенников и наш друг Илья Исаакович Лазерсон. Книга толстая, очень красиво сделана. Это не совсем книга рецептов. Это в большей степени не книга рецептов. Это книга, которая описывает страну под названием Таиланд. Немножко истории, немножко пробежались по каждому из регионов. Какие-то особенности, особенности кухни. Ну и, конечно же, все это перемежается небольшим количеством рецептов основных категорий продуктов. Допустим, что такое острый соус, какие три вида соуса подаются к основным, скажем, блюдам или к основным ингредиентам, к жареной рыбе, к тому, к всему. Виды супов в той или иной части страны. Ну и, соответственно, описание фруктов, которые там встречаются, сезонности. Ну и вообще, о людях очень много написано. Перед гастротуром в Таиланд я прям сел за эту книжку и там больше недели по вечерам потратил. Я ее не дочитал до конца. Я ее дочитаю сейчас уже. Но я ее хочу начать читать уже не с описания продуктов, потому что я все прочел, а именно еще раз пересмотреть регионы. Потому что, когда ты не был, допустим, в Чиангмайе и ты начинаешь читать это, скажем, как о чем-то несуществующем, то в этом гастротуре мы были в Чиангмайе и теперь я еще раз это все буду перечитывать, так сказать, уже накладывая на картинку для того, чтобы у меня сложилось полное ощущение того, что я побывал в Таиланде. Илья Исаакович, я двух других соавторов твоих не знаю. Хочу сказать спасибо большое за вот эту замечательную книгу. В прошлый раз, когда Илья Исаакович был у нас, мы снимали ролик здесь на кухне, он даже мне, он оставил автограф, потому что сказал, говорит, о, как приятно, у тебя есть моя книга. Я говорю, да, я поклонник азиатской кухни, поэтому у меня много книг по азиатской кухне, много рецептов. Тут вот он оставил автограф и я теперь горжусь, книжка у меня будет стоять в том же самом месте и аккуратненько все, она у меня чистенькая, я всегда ухаживаю за книгами, но за исключением того, что она у меня тут неделю лежала на столе и поэтому я заляпал, но я уже оттер. Вот. Вот. Очень крутая, классная книга, которая реально открывает вот целый мир под названием Таиланд. Да, Илья Исаакович, напоминаю, карта Сбербанка привязана к телефону. Ну, вы поняли, да. Вот. Шутки шутками. В общем, смотрите, получается, что я вам показал только одну десятую часть или, наверное, даже одну двадцатую часть того, что у меня есть, но вот я потом сниму еще один ролик с какими-то другими книгами и расскажу, ну, тоже какие-то особенности. Подвожу итог. Для того, чтобы хорошо готовить и разбираться в еде, нужно понимать базовую составляющую. Поэтому я вам рекомендую покупать не книги рецептов, а книги про еду, а не про рецепты. Понимаете, рецепты, если вы прочтете все эти книги, ну, хорошо, серебряная ложка – это рецепты, но я не встречал просто ни одной книжки про итальянскую кухню, которая бы объясняла принципы итальянской кухни. Если у вас есть понимание и знания или вы встречали книги, которые не про рецепты, а которые про еду и про вот эту вот базу, напишите. Я посмотрю комменты и, ну, получу, так сказать, через вас опыт. Скажу вам спасибо огромное. Говорю заранее спасибо. Может быть, я что-то пропустил в своей жизни, потому что я один, вас сотни тысяч, и я всегда с благодарностью принимаю советы и помощь от вас. Это ж круто, когда вы мне даете советы. Я на это не обижаюсь. Это же, ну, тысячи голов со своими умами, со своим образованием, со своим мировоззрением, дают мне возможность расти. Я даю то, что знаю вам, а вы даете то, что знаете мне. Поэтому, если есть какие-то чушь всякую, не пишите мне, пожалуйста. Если есть какие-то базовые книги, пишите, я с удовольствием вас, так сказать, вспомню добрым словом и скажу. Спасибо вам за то, что вы есть у меня на канале, за то, что вы мои подписчики, за то, что комментируете, ставите лайки, за то, что нажимаете на колокольчик, для того, чтобы у вас оповещения о появлении моих новых роликов приходили. Ну и, конечно же, я понимаю, что вот таких теоретических роликов не так много у меня будет, потому что вам нужны рецепты. Но, тем не менее, я постараюсь делать периодически для вас какие-то вот такие вот лайфхачные, не знаю, или повествовательные ролики. Спасибо, что досмотрели до конца. Низкий вам поклон, развивайтесь и готовьте вкусную еду.